Почти 2 триллиона рублей такой вклад в государственную казну внесла группа «Газпром» по итогам 2016 года, плюс дивиденды, львиную долю которых также получает государство как основной акционер. Реализуются масштабные проекты, осваиваются новые месторождения, строятся газопроводы в направлении Запада и Востока. Итоги года и планы на будущее озвучены на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось в Москве 30 июня. «Газпром» сегодня является основным драйвером не только экономики государства, но и инновационного развития страны. Я могу сказать, что «Газпром» активно занимается импортозамещением. Сейчас мы можем смело сказать, что 100% и запорной арматуры, и продукции в виде труб полностью является наше отчастие на производстве. А в целом импортозамещение в группе компании «Газпром» порядка 95%. Уровень газификации Самарской области высок, он составляет 97%. В 2016 году был введен в эксплуатацию после реконструкции газопровод «Вентай-Самара». Еще три социально значимых объекта планируется обновить в 2017-2018 годах. В рамках программы газификации регионов России подготовлена техническая документация по 9 инвестиционным проектам общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. После строительства данных объектов примерно в 2018-2019 годах суммарно производительность новых ГРС увеличится на 1 миллиард 238 миллионов кубометров в час. Реализация проектов обеспечит достаточные мощности поставки газа для развития жилищного строительства и новых промышленных объектов в Самарской области на перспективу 20-30 лет. Предприятие группы «Газпром» продолжит оказывать поддержку в социальной сфере региона, детским и спортивным учреждениям, экологическим и благотворительным программам. Однако нерешенным остается вопрос неплатежей потребителей за газ. На общем собрании акционеров было заявлено, что эта проблема не только приносит убытки, но и тормозит инвестиционные проекты компании. В Самарской области эта проблема тоже актуальна. На сегодняшний день совокупная просроченная задолженность всех категорий потребителей составляет порядка 3 миллиардов рублей. Из них задолженность промпредприятий составляет более 2 миллиардов рублей, задолженность населения порядка 900 миллионов рублей. Значительную часть долга составляют неплатежи в сфере ЖКХ, причем это не по вине населения, а из-за злоупотребления со стороны управляющих компаний. У этой проблемы есть и другой аспект. Наличие гигантских долгов у региона может стать основанием для сокращения инвестиций. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!